Добрый день! Наша сегодняшняя встреча посвящена теме поиска работы, теме рынка труда, теме профессионального выбора. И предлагаю я поговорить с вами о том, какими ресурсами мы располагаем. То есть вот мы с вами начали обсуждать, что есть рынок труда, спрос и предложение, что есть то, что пользуется спросом, есть то, что мы предлагаем взамен. То есть давайте обратимся к тем ресурсам, которые мы имеем. Их на самом деле не очень много. Давайте их все соберем. Ну, например, первое, ради чего мы хотим совершить этот самый обмен, обменять свои усилия на что? На деньги. Совершенно верно. Есть у нас такой ресурс. Деньги, который измеряется в разных видах валют. Да? Ресурс. В обмен на эту заработную плату, деньги, мы что готовы предложить? Время. Совершенно верно. Есть такой ресурс, как время. И он будет измеряться, соответственно, в минутах, секундах, рабочих часах. Да? Еще какой у нас есть ресурс? Каким ресурсом мы располагаем? Что у нас в копилке есть, помимо этого? Знание, знание, информация, опыт, да? Информационный ресурс. Да. И очень часто как раз молодежь жалуется на то, что у меня не хватает опыта, есть только теоретические знания, да? Как себя в этом случае вести? Какой еще может быть ресурс? Давайте оценим, что у нас есть. Энергия, усилия. Это что? Ресурс здоровья, да? Ну, назначим буквкой В, как валио, да? И, соответственно, есть вещи, которые я готов тратить за свою заработную плату. Я готов активно звонить, ходить, могу копать, могу не копать. Усилия. Еще. Тот ресурс, о котором часто забывают, но который очень важен. И мне, как психологу, он чрезвычайно важен. Какой? Отношение. Совершенно верно. Отношение, психология. И расплачиваемся мы в своих отношениях эмоциями, впечатлениями. Поэтому очень трудно отследить этот ресурс, но он очень важен. Да? Психологический ресурс, можно я его обозначу буквой ПСИ. Да? Вот что у нас с вами есть. И, соответственно, мы можем посмотреть, в каком они находятся у нас соотношении. Да. Вот предлагают студенту, почему часто говорят студент, мне мало денег, потому что этот ресурс, которого часто недостает. Я когда молод, у меня много энергии, у меня много всяких разных потребностей, желаний, направлений видов деятельности. А вот этого ресурса мне недостает. И мне приходится тратить свое время, которого у меня много, энергии, которого у меня тоже много, своих каких-то эмоций, тратить на то, чтобы заработать деньги. Правда? Да. Вот. И получается так, что какое-то количество времени и вот этих всех ресурсов я получаю заработную плату. И я вам хочу сказать такую парадоксальную вещь. Вам кажется, что этот ресурс сейчас вам важен, а я вам хочу сказать, что вам надо подумать о том, что не этот ресурс для вас стоит сейчас на первом месте. Попробую это доказать, что вам сейчас очень важно распределить время, которое у вас есть, энергия, которая у вас есть, и возможности психологических отношений так, чтобы выгодно их вложить в то, чтобы потом пришла отдача в виде денег. Потому что ждать немедленной отдачи – это просто разбазаривать. Разбазаривать тот ресурс, который у вас есть. Вот приходит ко мне женщина-клиентка и говорит, «Вы знаете, я больше 10 лет проработала в банке, зарабатывала большие деньги и не смогла ими правильно, грамотно распорядиться. Я очень жалею. А сейчас у меня нет работы, у меня есть много времени». И первый вопрос, который мне хочется ей сразу задать – как грамотно распределиться тем временем, которое у вас сейчас есть, чтобы не повторить ту же самую ошибку, провести много лет за делом, который не принесет мне в этом смысле дохода. Понятно, о чем я говорю? Вот смотрите, у вас есть время, у вас сейчас есть возможность получать знания, есть возможность вкладывать свою энергию, строить отношения, развивать свои психологические качества с тем, чтобы потом получать отдачу. И когда мы говорим о приеме на работу, то очень нам важно обсудить, например, вот этот ресурс. Давайте возьмем его. Психологический. Мы начали немножечко ранее разговор о том, как я предлагаю психологические качества свои, профессиональные, личные качества для того, чтобы быть нужным, востребованным на рынке труда работодателем. Вот сразу есть те качества, которые не востребованы на рынке труда. Как вы думаете? Лень. Лень. Так, еще. Безответственность. То есть то, что не продается. Без инициативность. Без инициативность. Безалаберность. Все со словом без, да? Что еще? А что требуется? Как вы думаете, кого примут на работу в первую очередь? Вот из вас всех, вы потенциальные конкуренты, допустим, мы пойдем трудоустраиваться, ну, господину Че. Некому вообще просто. Н. Как вы думаете, какие психологические качества личности нам важно продемонстрировать? Вот мы говорили об ответственности. Как человек поймет, что вы ответственны? Когда вы ее продемонстрируете? Так, что еще? Внешний вид. Внешний вид. О чем говорит работодатель? Просто так с эстетической точки зрения? Вот мне хочется поддержать мнение, что одежда составляет впечатление о человеке. Вот этот психологический, так называемый, ресурс, который рисует портрет человека, как он будет выглядеть на рабочем месте. Если можно, если дозволительно сделать такой пример, ну, вы же примеряете на себя профессию. В частности, вот у вас была практика, где вы примеряли на себя профессию специалиста по управлению персоналом. И человек, который принимает вас на работу, он фактически вас мысленно примеряет к этому рабочему месту, насколько вы соответствуете. Он не знает вас лично, он вас лично первый раз видит. Но по закону Ореола, по закону первого впечатления, он предполагает, как вы будете себя вести на рабочем месте. В какие наряды вы там будете одеваться, да? Как будете себя вести, как проявлять. В том числе, можно сказать, человек безответственный по форме одежды? Да. Ну, если человек пришел в шортах на собеседование, я могу предположить, что он небрежно относится ко мне, как к работодателю. У нас есть такое понятие, как стереотипы мышления. Мы все склонны к стереотипности мышления, правда? В том числе, у нас есть определенное представление, как должен выглядеть человек той или иной профессии. Если мы идем устраиваться в банк, мы предполагаем, что строгий костюм, дресс-код и строгую прическу, да? Офисный вариант. Как может выглядеть специалист, например, системный администратор? Как вы себе его стереотипно можете представить? Рубашка, джинсы, рубашка. Джинсы, рубашка, серьга в ухе, да, подсказывают. А давайте попробуем поиграть в такую игру. Я вам назову человека, которого загадала, а вы мне скажете, какую специальности он, какой профессии. Давайте. Так, это девушка, 25 лет, у нее такой пучок на голове, гладкозабранные волосы, прямая осанка. Секретарь. Секретарь. Какие еще варианты пошли? Администратор. Администратор. Учитель танцев. Учитель танцев. Кстати, отгадали. Я почему-то это имела в виду. Еще, пожилой мужчина за 50 армянской национальности. Что? Повар. Повар. Это последний из макикен навеяла. Что еще? Продавец шоу. Продавец. Я загадала артиста Фрунзика Муркорчана из фильма «Мимино». Но ход мыслей понятен, да? Один внешний вид часто нарисуют нам о человеке больше, чем он хотел бы сказать. Поэтому как оторванные пуговицы на пиджаке, так и не прошитые, не спорные карманы, да? То есть пиджак совершенно новенький, я его никогда не ношу. Говорит нам не о том, что мы неконгруентны, оказываемся своему образу. Что такое неконгруентность? Это несогласованность тому, что я говорю, как я выгляжу, тому, как я себя проявляю. Вот это очень важно, потому что одним из требований, пожеланий работодателя при наборе сотрудников, когда мы спрашиваем, кого бы вы хотели видеть на месте инспектора, например, по кадрам, он говорит, адекватного молодого человека. Или адекватность, как качество, называется работодателем все чаще и чаще. Я так понимаю, что это как раз про конгруентность, про то, как человек воспринимает информацию, как он умеет ее обрабатывать, в том числе и про внешний вид. Хорошо, что вы задели эту тему, да? Как еще мы можем себя проявлять в разговоре с работодателями? Поставленность речи. То, что мы говорим, и то, как мы говорим. Нам очень важно стресс-интервью, провокационные вопросы, чтобы проверить опять соответствие того, что говорит человек, соответствует ли это правде, по сути. Правда? Если он говорит, что вы знаете, я хорошо разрешаю конфликты, я умею себя правильно вести, грамотно с сотрудниками, и при этом начинает, очевидно, нервничать уже при входе, да, допустим, ругается с секретарем, говорит, пропустите меня, я пришел на собеседование, я должен туда пройти. И такие случаи бывают на самом деле. Мы можем о чем говорить? Что, наверное, он о себе более благоприятного мнения, чем есть на самом деле. И, возможно, с ним не ссорятся не потому, что он не конфликтный, а потому что вокруг был терпеливый коллектив. И тем не менее, еще к психологическим ресурсам, к психологическим качествам вернемся. Что может меня рекомендовать в качестве ценного сотрудника? Как вы думаете, что ценится на рынке труда из психологических качеств? Коммуникабельность. И это такое речевое клише. Умение правильно строить диалог, умение находить общий язык. Умение расположить к себе. Значит, вы эти самые умения должны продемонстрировать работодателю при собеседовании. Правда? Я вас очень попрошу, когда вы будете составлять резюме, избегайте слова коммуникабельности. Именно потому, что это будет вызывать обратный эффект у людей, которые читают ваше резюме. Напишите. Легко нахожу общий язык с незнакомыми людьми. Легко нахожу общий язык с незнакомыми людьми.